Кто придет на смену нынешним парламентариям и министрам краевого правительства? Работает ли на Ставрополе так называемый социальный лифт? В зале заседаний Думы Ставропольского края прошел круглый стол по обсуждению проекта федерального закона об организации самоуправления. Законопроект о молодежном самоуправлении в России появился еще в 2010 году, но до сих пор не принят. Сейчас его рассматривают на уровне регионов. Молодежный парламент при Думе Ставропольского края и в принципе при любом региональном органе законодательной власти он формируется по инициативе одного из депутатов. Если председатель или депутаты хотят, чтобы был молодежный парламент у них в регионе, соответственно, он будет. Закон подразумевал под собой мысль, что нам нужна система. То есть, считают юные законаторцы, нужно обязать каждый орган власти иметь при себе такой же, только молодежный, так называемую скамью запасных. Ставрополье в числе тех регионов, которые активно продвигают молодежь в политику и на госслужбу. В других регионах все не так прогрессивно. Проект закона вызвал бурное обсуждение. Предложена масса поправок. Например, в документе никак не прописано, что один человек не может заседать одновременно в правительстве и думе. Как же так, говорит молодежь, ветви власти должны быть строго разделены. Кадровый резерв государственных структур должен формироваться в первую очередь из представителей молодежной власти, отмечают юные парламентарии и активисты. В законе этого пока что тоже нет. Мы предлагаем в статье 6 гарантии молодежи в сфере деятельности молодежных совещательных органов Российской Федерации нести еще один третий пункт, который говорит о том, что члены молодежных совещательных органов включаются в кадровый резерв органов государственной и муниципальной власти, при которых они созданы, в соответствии с порядком утверждения положения о совещательном органе. То есть это уже некие гарантии для нас как будущих. Среди прочих и предложение обязать молодежную власть ежегодно отчитываться о своей деятельности. Многим из присутствующих понравилось предложение повысить возрастной ценз для молодежного парламента с 30 до 35 лет. Зачем? В 35 лет пора бы уже и взрослыми делами заняться, возражают несогласные. Ну, коллеги, если вам 32-33, вы еще хотите застрять на уровне молодежной политики, ну, стыдно должно быть. Уже идите на общий уровень, выходите, ищите, идите в предприниматели, баллотируйтесь на местном уровне. Ну, в 35 лет и при каком-то молодежном совете, ну, должно быть стыдно. Нужно работать. Что должна делать молодежь? Учиться, учиться, учиться. А работать вы всегда успеете. Если хорошо научитесь думать, мыслить, работать, время настанет, будете работать. Учиться только некогда будет. По планам Госдумы, закон о молодежном самоуправлении вступает в силу с 1 января 2016 года. Пока что проект требует доработки, подытожили юные парламентарии и их более опытные коллеги. Все поправки будут предложены для обсуждения в Федеральной Думе. Но основа есть, и работу над документом можно продолжать. А после вступления в силу федерального закона стоит задуматься и о подобном краевом. Марк Виклийский, Роман Солдовников, Иван Датсунов, АТВ, Ставрополь.